Девочки, как хорошо он мне укол сделал. Вот первый раз мне вот так, чтобы хорошо кровь взяли, вот так спокойно. Он прям с одним разом раз и все. Меня же так они мучают начинать иголку засовывать, потом на другую вену, потом на другую руку. Я так мучаюсь. Это так хорошо. Ой, как хорошо, девчата, мне даже не верится. Вот так, девчата, уже домой иду-ка. Хорошо, сейчас позавтракаю. Ой, сниму эту маску. Он мне такой, натяните маску повыше. Я думаю, блин. Ну да, может быть, все-таки они вращают, они боятся еще. На нос натяните. Так дышать нечем было. Кюрэс? Сколько время, говорю? Сегодня же у нас, у нее со школы праздник. У нее сегодня праздник, девчата, в школе, да? Она говорит, не забудь, дядя, взять эти приглашения. Тоже без приглашения не заходишь, не можешь. Ой, хорошо, девчата. Ой, меня укололи, такая довольная. Все, девчата. Девочки, короче, мы собрали деньги, но я дала деньги, и все. Знаете, что они учителю подарят? Стакан, где все имена детей. Это рюкзак, где все имена детей. И зонтик, где все имена детей. Ой, девчонки, вот они подарок делали. Ну ладно, раз им нравится, девчата. Сегодня у них танцы, манцы, зажиманцы будут. Посмотрим. А на чекогорте придешь, он говорит, да, иду, конечно. Потому что вот так. Здесь мой, мой золотой. Что, говорит? В чем дело? Buenos dias a todos. Здравствуйте. Доброе утро, говорит, всем. Я, говорит, готовлюсь, говорит, для какой-то там... Я, говорит, буду empleo. Доброе, trabajito. На работу, говорит, собираюсь. Он в отпуске, девчата. Сегодня, что я, он в отпуске. Неделя в отпуске. Где? Ну, она, в segundo. Котагониста. Ой, девчонки, опять начинает. Короче, его зовут в кино сниматься. Сегодня у него будет интервью брать у него будут. Лапшу вам вишет, ага. Не знаю, где он рает. Чего это смеется? Кстати, после открывания к renting премьер, Lane. Ну, ч doctor. Мы хотим, слава, пашус complete. Мы хотим, что ли, какие-то конца, с у voluntарем и леца и леца. ¿ Доброе утро? Да. Тоже. Сегодня я посуду лец, либо лец и леца, Я coloredtier и м немного, Благо, мен잡ленник же. Образование. Кого-lahа? Нет. Сейчас же говорят, Я говорю, я буду ездить. Короче, девчонки. Может быть, в фильме я снялся. Ой, я. Короче, девчонки. Смотрите этот фильм. Будет интересно. Мы будем ездить в банке. В банке идем гравить. Все в трусах. Да, да, с маскарой страны. Маскара и в трусах. Дональд Транк. Мы будем с маскарой. Дональд Транк. Знаете, да? Короче, они одевают маску. Дональд Транк. И будет комедия и трейлер. Маскарой. 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 У некоторых трусах должно быть грязно. И, claro, это было так, для того, чтобы, собак, с двоей, с двоей. Если у нас есть трипы, у нас есть пеланганы. Мы с нашими животиками и все. Что-то голову с утра помыла. Ох, ой, ой. Вы умрете. Я читала гион. И я сам умирала от смеха. А мне мне сказали, что я не вышел из машины. Мне сказали, что с машины не выходил. Потому что я только водитель. Что вы думаете? Я пропущу это ограбление. Я тоже выскочу. Нет, нет, нет. Это была моя компания. Наши мать. Это лучше будет съедать или что-то. Ой, вот такие дела, девчата. А с кем он работает? Вот сейчас женщина, которая пройдет с взрослой женщиной. Бой день. А на у них... Дуря немного. А на секретарше работает. Вот она. Вон та, которая идет со своей материей. Вот такие дела, девчата. Сейчас позавтракаем. Как хорошо. У меня муж сегодня не работает. О, девчата. О, девчата. Ой, куда я падаю? О, как хорошо, девчата. Сегодня нам нужно пойти в этот, в Деклатон. Нам нужно купить палатку. Не палатку, а спальный мешок дочки. Потом купальник какой-то там специальный, короче, спортивный. У нее есть один какой-то, когда мы на этот ходили в бассейн. Вот. Еще что? А, этот, у нас есть этот фонарик нужен ей. Фонарик есть у нас. Короче, вот такую ерунду, да, вот этот самый. Тоже, девчонки, спальный мешок. Посмотрим сейчас, сколько он обойдется. Но я ей хочу купить хорошую, чтобы она там не замерзла. Она же такая мерзлячка. Короче, на полтора дня едут девчата, пол дома везут с собой. Вот так. Вы знаете, когда анализы идешь делать, так воды хочется, так то хочется, так это хочется, вот когда нельзя, да? Я и лекарства свое не выпила. Ай, девчата, ай, хорошо на свете жить. Кофе принес. Три чубаса деканья, но беда. Ай, я сентю. Я вам сказала стаканы, потому что я люблю прозрачные стаканы. Да, потому что они внимательные. Официант должен быть внимательный. Вот такие дела, девчата. Потом вам деклатон тоже сниму. А я одежду плохо снимаю, вы же мне сказали, не показываю хорошо одежду. Короче. Не умею. Нет у меня этого. Ну попрошу, может быть, из того... Девочки, я же на русском говорю, понимаете? Если ему скажу, ну, снимай меня, а вот так одним рукой телефон держать, другом рукой вот так показывать, это слишком близко и не получается. Ну я, может, попрошу из того, чтобы меня поснимал. Он то, что не надо, понимает, девочки. То, что надо, не понимает. Вот если я ему сейчас скажу, как он плохое слово, еще как понимает. То интересно русского. Все, говорит, понимает. На него, на его лице, смотрите. Ты понимаешь, понимаешь на русском? Все, говорит, понимаю. Все, говорит, понимаю. Я, говорит, такой умный. Не могу. Ну... Да, я уже с ним какая convenient, да? Не понимаю, не говорите. ! Естьade? Нет, нет? Хорошо! Давай, давай, давай! Мы скрыты в закончен году! Я не 친む то, что... chol cases. влюбляется и не красивый я всегда кто есть? это в банке работает в банке не красивый у меня есть не лего плача ему нужно посмотреть что девушки шикаго в банке у нас красивое банки работает красавица я говорю я ловлю в банке я ловлю что ты говоришь как тебе говорю понравились девочки горы в россии очень красивые она говорит мне сказала смотри и смотри как у нас здесь они что спокойно можешь я ему сказала у нас нельзя смотри не смотри так на женщин я себя чувствую в том что на волк в boca была уважаемого но если вы красавица и ваши глазки смотрите какой-то старая приятного аппетита 10 в 11 часов уже у нас пригласили хочу себя чуть-чуть порядок привести чуть-чуть с утра голову помыла короче по частям девчата сейчас прошла искупалась смотрите какой симпатичный купила так лучше нет чуя жалея купила я пудру и жалею я ее намазать как будто я не знаю я же говорю как будто я из говна сделана девчата какая тоже я странная девочки вот честное слово вроде бы и люблю себя я знаю что я люблю себя да но видать не так люблю как надо любить себя чуть-чуть намажу да потому что постоянно хотя девчата мне это не помогает вот чуть-чуть сделаю да вот это хорошо и все но это на такое маленькое время ребята потому что у меня настолько жирная кожа да вот сразу начинает блестеть через час и главное говорят что это хорошо когда у тебя такая кожа мол морщин мало а это что а а это что я чуть-чуть себя порядок приведу чтобы моей дочке стыдно за меня не было хотя и никогда не стыдно за меня она так вот что мне в ней нравится да что она всегда такая я горжусь своей семьей такая знаете что ей так нравится что и дядя такой хороший там с не да и тетя чересчур хорошие девочки если честно вообще уже начал делать ребята а кто у меня еще есть кроме них а а ради чего это вся жизнь прекрасная все равно как бы там не было ради себя конечно девчата я вот помню да вот мама нам один раз один-два раза возила на она не могла она была одна девчата все на ней сейчас я ее понимаю тогда когда я маленькая была не понимала да нас чуть-чуть парк поведет там нам кукурузу купит а и счастье то какое а и еще то что нам еще нужно было ничего в бульвар несколько раз мы пошли мои другие сестры этого не видели так что мы еще мы еще балованными считались как-то вот у нас детство было ребята пару ласковых слов скажут нам и мы такие довольны а этим целый день хоть садницы лежи они все равно недовольны и почему так интересно а почему интересно так все поменялось если он пошел сейчас этот который он часы делал всем чтобы ему оплатили хотелось бы что он такой красивая надеть да на их не праздник девчонки одену обратно это платье потому что более такого подходящего у меня тут она ряда и нету но самое главное и чата брови то лучше вот так мне вот так больше нравится очень чуть пудру сделала она у меня еще она у меня еще целая девчата я так редко и пользуюсь с такой любовью я ее купила я так люблю эту фирму пудру очень люблю так сейчас это моя сестра и наружу и просрочились но все равно я им пользуюсь это моя сестра мне дарила но всегда друг другу хороший макияж дарили и она мне и я и вот чуть-чуть бровки вот так делаю совсем чуть-чуть ой совсем темные получили что я до темные получились мне не нравится сейчас растушую кисточкой чуть-чуть сниму сверху мне вроде бы здесь я была расческа ой это кайтана оставляет что ли что-то что-то раз ей нужно она раз себе хотя у нее я и вообще не отказываю я и покупаю но свой этот детский да вот там крем детский там это все ну так вроде бы растушевала лучше ну кому-то поподрила на чуть-чуть стрелки сделаю девочки все ничего не буду такого себе делать лишнего чески и кисточку моего и это что это вот эта кисточка вот эта кисточка тоже сделаю себе стрелочки если он часы делал сейчас говорю пойду может получу пошел не знаю получит не получит не получит ничего страшного ну так светленько чуть-чуточку знаете в таком возрасте уже мало этом это это много когда ты молодая ты можешь краситься как ты хочешь а вот когда ты уже уже в возрасте до нужно совсем мало просто подчеркнуть и все чуть-чуточку и стараться светлыми тонами такими знаете хотя у меня и надо знаете как бывает начну потихоньку да и так борща ну что как клоун и такое бывает так сейчас пушистой кисточкой чуть-чуть еще чинюшки сделаю как будто знаете кому-то вот так растушую чуть-чуть вот эти кончики сейчас посмотрим как будет а есть такие которые так умеют себя на красе но это как будто гринт уже знаете иногда он смотришь в инстаграме да а девчата там такие шедевры делают там вообще другая была и другая стала вот обратно чересчур борща нула ну или 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 мне так кажется давайте косачки 1 а она сейчас посмотрим тушь сделаю и румяна и все и надо тушь хорошую купить они что быстро высыхают мне надо хорошую потому что я тушу редко сейчас на лето и не хочется не краситься ничего вот моя мама вообще не красилась девочки вот чуть-чуть губы потому что они у нее синеватые были часто такие знаете совсем вообще редко чуть-чуть ой в молодости я красилась ох я красилась меня за три метра видно было как я любила 10 тонов сделаю этих теней и думала какая я красотка это тушь какое-то говно ну ладно хватает много тоже не хочу кондиционер включила прям прям во всю ивановскую прям во всю ивановскую о вот мужикам хорошо помылись искупались хороший одеколон сделали и готово так сейчас румяна я даже тональную основу ничего не делала только чуть-чуть пудру девчата вот румяна я люблю люблю румяна как матрешка чем больше тем лучше мало та говно на хорошо растушевать губки накрасить вот видите повязку только дело уже волосы испортила ну вот так а цвет уже лучше стал правда или мне так кажется что более естественной чуть-чуть отрос волосик волосы мне дочка просит не стриги до тети больше я говорю ладно вот я хочу вот так ну вот девчат папа ну так глаза чуть-чуть сейчас губы подведу я думаю что хрумян мало а вот так еще 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 но баба ну скажите а совсем по хорошего совсем другая вот никаких уколов ничего я такую ажурную себе ночную отделом право вот и девчата ох секс-бомба ну секс-бомба ну вообще сдали как будто я китайка нет и волосы хорошо чуть-чуть спотели потому что ну короче так уже готова сейчас одену свою платьюшку жалко что вот с платьем да вот не так уж хорошенько рассушиваю муж серьги другие одеть эти хватает более скромные такие знаете уши не пустые и мозг полный а че еще надо че еще надо фигура вся как надо мозг полный на ушах тоже видит то что надо баба на расход муж актер жена фантазерка это что а это другая туша ну попробую этим тушим это более такая кисточка хорошее не дал мне бог не ресниц красивых да таких длинно да и не голубых глаз не синий даже не зеленый болотовый какой-то цвет знаете у моей одной родственницы девчата вот поверьте мне синие глаза иногда они бывают зеленые иногда они у него бывает болотового цвета вот какой день да вот какая яркость на нее попадает вот такие глаза девочки цвет очень красивый в этом разве счастье есть уже иногда вот так думаю да грамм нету девочки у меня одна зрительница ой девочки что она бедная только не сделала куда она только с мужем не поехала вот не рабочий мужчина девочки да вот чтобы ты не делала как бы ты его не тянула бедная она мне рассказывает вот мне кажется что знаете девчата от фильм ужасов короче она в одну страну с ним поехала там он устроился на такую легкую работу девчата потом начал ей мозг пилить вот потому что у него видите ли машина нету короче потом они она главная работа девчонки на такой тяжелой работе там где постоянно руки в воде а он разносчик какой-то знаете там там такая легкая работа сегодня есть три дня нету короче вот такая девочки да главное настолько тяжело она за квартиру платит у нее там пару детей она за квартиру платит детям там еще главное свекровь свекровь нет нет звонит такой а что ты поел сынок ну как ты сыночек она говорит меня это так бесит ну как ты сыночек там туда-сюда не тяжело ли тебе там далеко от нас там туда-сюда а ее главное не спрашивать девочки как ты там тянешь семью короче свою на чем вы живете вот и она говорит он жалуется короче ну в этой стране нету для него работает такая страна большая мужчина для него нету вот все находят а вот а он не находит девчат теперь короче они они решаются менять страну короче совсем противоположную страну короче едут там вообще черт его знает куда короче далеким далеким короче вот приезжают туда квартиру находят все короче деньги тратят она все откладывает откладывать девочки и эти все деньги идут на дорогу но хорошо она с такой надеждой что он сейчас работу найдет туда-сюда он не там баски басни 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 находит на работу главное девчата у него вся работа у него у него все работы короче там но если там все получают 100 рублей у него почему-то 30 рублей короче понимаете вот такие работы находит находит он в такой богатой стране находит он себе работу вот самую низкую оплачу его девчонки а там же еще язык надо обратно учить она пока там научилась короче теперь она язык учит все учит вроде бы все научилась обратно короче она устраивается на работу тоже тяжелейшую работу девчата приспосабливается язык язык короче теперь тут тоже у них не складывается они все вот вроде бы живут живут но не складывается девочки и и короче получается он опять жалуется теперь короче они обратно переезжают девочки они обратно переезжают но она муж же все таки девчата уже столько лет вместе живут и короче я молчу а что я могу сказать девочке я ее слушаю и все я же не могу сказать зачем мне этот грех надо бросай его нахер это легко сказать теперь они обратно переезжают обратно другое язык ну вот приставьте себе вот нам я вам приблизительно говорю вот ты едешь например там узбекистан узбеки узбекский язык нужно знать дастан там например да есть люди которые там они если люди которые русские а есть люди которые вообще русских не знает в узбекистане так же как и в Туркменистане, да, у них свой язык. И потом, например, едешь в Азербайджан, да, ну, хотя я вам говорю за ограниченные, там, например, в Германию едешь, немецкий язык надо знать. Если ты Германию оставляешь, едешь в Италию, итальянский язык надо знать. Если едешь во Францию, французский язык надо знать. Я вот так имею в виду, девчата. Теперь они, короче, меняют страну. Приезжают, короче, опять язык она не знает, пока на ноги встанет, опять все копейки, которые были, короче, тратятся на дорогу, все. Жилье же надо еще, главное, приобрести. снимать, короче. Жилье снимают, все. Все. Ребенка в школу, детей в школу, короче, это делают, короче, да, устраивают. С такой надеждой, что хоть в этот раз повезет, короче. Не знаю, сколько они там, год, что ли, полтора уже живут. И он ей заявляет. Она сейчас не работает, короче, она говорит, все, я устала. Наталья, я просто физически, морально устала все время тянуть. Оставила, говорит, все, пускай сам тянет. Теперь он ей говорит, не надо тебе на работу вот эти. Я буду семью обеспечивать. Устроилась эта девчонка на работу на 200 евро. Она говорит, как ты будешь семью тянуть? Это что такое? А они за квартиру приблизительно 700 платят. А он 200 получает. Ну, в Европе никто от голода не умирает, девчата, потому что здесь все равно есть такие мяса, где помогают малоимущим, с продуктами. Ну, девчата, это же не дело. Это же не дело. Да, тебе там дают макароны, сухое молоко, продукты тебе дают. Ну, девчонки, это же не то. Хочется пойти, как женщине, чтобы муж тебя обеспечил, все. Она говорит, я так устала от него. И я ему заявила, все, если ты сейчас нормальную работу себе не находишь, как другие мужчины, что я уже не могу, я просто разведусь. Если я буду тянуть, зачем мне тебя тоже тянуть? Я ее слушаю и думаю, вау, чего только нету, девочки. Так что, но нет, девочки, мой муж в лесу мне найдет, даже обеспечит нашу семью девочке. Вот настолько молодец. Вот настолько, знаете, никогда нас голодными не оставят. Хоть я работаю, не работаю, не имеет значения. Я всегда работала, девочки. Но вы знаете, по молодости были у него такие ошибки, которые очень часто... Если, может быть, этих ошибок бы не было бы, так бы он бы меня и не ценил бы. Вот из-за этих ошибок девчата вроде бы ничего накрасилось. Может, вот так как-то заколочку какую-то прицепить сюда или не стоит. Ой, какая заколка, девочки, мои года тоже смешно. потому что все осознается, девчата, все осознается вот в свое время. Почему? Потому что вот если бы вот этого всего бы не было бы, вот как он меня подвел, там вот были моменты, когда мы вот так прямо вот здесь в глотке у нас вот столько вот долгов он мне натворил, то машина, то мотоцикл, то продал эту машину, хоть мы еще оплачиваем, другую купил, еще одну. Короче, было вообще... Я думала, я сдохну, я думала, я вообще умру. Ну, девчата, всему, всего доходит, короче. Вот видите, зато сейчас мне в рот смотрит. Да, и я ему смотрю. Я ему всегда смотрела, хоть кажется, что нет. Хоть кажется, что да ладно, что ты там, девчата, нет. Все равно. У меня муж очень работяга, вот. Он не умеет на диване сидеть, он не сможет. Вот даже мы сейчас все закончим. У нас все будет сделано, да, я вас уверяю, он найдет себе что-то, он будет говорить. Он скажет, знаешь, я вот подумал, подумал, аэропорт себе построю, вот что-то такое, да. Пошел вот на Савчик, мой актер. А я чуела пеликулу, что? Снял, говорю, в фильме, снялся? Нет, не могу. Нет, я не взяли. Мне показалось, что чересчур красивым. сказали, нет, 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 хотим, говорит, более, более, худого, более, страшного. Увидели, говорит, эту грудь. Так, девчата, короче, минус 20, да, полчаса, здесь 5 минут ходьбы, пойду, оденусь, девчата, и иду. Удачного вам дня, счастливого вам всем, что ваши мужья вам в рот смотрели, девчата, и с ложки вас кормили, и чтобы всегда у вас была просто гармония, да, между мужем и женой. Ругание у всех у нас бывает. У всех у нас есть, у всех у нас есть недостатки, девчата, но самое главное, чтобы он их не замечал, и вы их не замечали. У меня тоже иногда бывает, так я открою свой, потом думаю, ненавижу его, видеть его не хочу, исчез бы он сейчас. И через 5 минут думаю, как я могу жить без него, как я его люблю, какой у меня муж хороший. Он, ну, это, вот это настоящее, понимаете, девчата. И надо видеть его, прям не могу вот в одной комнате дышать, не хочу, а этим же воздухом. Думаю, ух, пиявка. А потом думаю, какая нахер пиявка, это же король, королевич мой. Понимаете, девчатки? Короче, тут понимаешь, тут не понимаешь. Всякое бывает, девчонка. А иногда проснулись, думаю, ой, какая я счастливая. Сейчас поем рисую кашку или еще что-нибудь такое. Ну, вообще день. А иногда проснулись, думаю, как я ненавижу этот день, что за день. Всякое бывает, девчатки. Вот, гормоны. Вот так. Пошла я одеваться и свою дочку. Буду хлопать, сидеть. Хотя она будет рядом, она сказала, что танцевать не будет, там полкласса не танцует, не хотят, не танцуют. Она говорит, я не буду там задницей вилять. Я говорю, хорошо, у тебя и задницы нету. Короче, она лучше у меня вот такая, девочки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok